Красавь яблони, на три года, на четыре. Сад на десять раз, ничего нет. Выводят породистых лошадей. Выпустили их в поле. Четыре года проходят все дикими белыми. Все. Дикие голуби, вот я с голубями занимаюсь. Все они серые. Мои же детей здесь все белые. Четыре года прошло, ни одного белого нет. Все. Негроженица на русской семье теченых. Поэтому, чтобы одного человека сделать дорогу, крепким, тысячи побед никогда не помогут. Нужны силы другие. Молитва к Богу. Господи, мы родились, чтобы получить правство небесное. Мы родились, чтобы родить эту долину скорби. Благодаря Тебя за всех. И скорби-то нужны не нам, как таковая скорбь, чтобы душить нас, а душе нашей. Но тело с душой так связано, что человек скорбиотелом ищет, как бы избавиться и душой усмиряется. А мы детей своих никогда не наказывали. Я могу сказать, злодеи. Наши родители никогда нам грубого слова не сказали. Ну грубо, что там наставили. А учили вас Богу? Нет, не учили. А зато такие родители хуже убийц. Убийца убивает только тело. А вы убили бессмертную душу. Кто хочет видеть в благие дни ребенка, чаще наказывает. Родилась дочь, не показывая веселого лица. Почему? Да потому что наказывает тело за того, говорит, вращуя бессмертную душу. Они очень плотно связаны с душой и телом. И большая наша часть бедствия в тех, чтобы обращенное волк. И не знаем, куда идти. Любой поступок, который ты делаешь, ищешь. Посчитай на десятки раз, чем кончится. Ищешь ли ты в этом царство любезное? Какие люди на пути встретятся? С кем будешь иметь общение? Какие там будут разговоры? И правда его. А правда его – это в Евангелии. И мы приходим в храм не просто простоять и высчитать определенное количество слов. Бог, слава, и без нас знает. Иоанн Алтаус говорит так. Приходишь домой, не спеши за обед, за пироги, которую жена приготовила. Сначала поделись тем, что Бог тебе дал через проповедь. Чему ты научился? Поделись с ними. И потом так и садись, благословясь за стол. А мне легко было говорить, есть кому, где большая семья. Есть соседи, есть спецнер, есть служанки. Ты им расскажи обоих. Скажи, воскресный день. Почему ни разу никого из терминов, ни разу из не было? Сильно приглашали их. Никто и на занятия не приехал. Прошло 10 лет, 11 лет – нулевой результат. Нам есть о чем сегодня плакать. Я говорю о положении, которое я здесь. Для людей, да, мы не пьем, не курим, там нет, что показать. А я скажу – топкая болота. Я вам неоднократно это повторяю. Почему? А я беру с той шкалы от вечности. Ревности нет, приобретения нет. Охо. Самых практических не может сесть, а какой конечный будет результат, чем я не прав. Не могу научить вести даже дневники. А златросы посоветуют. Ежедневно подводи итог. Не спеши заснуть. Подведи итог. Что ты сделал доброго? Император Тип однажды говорит – друзья, я напрасно прожил день, я никому не сделал добра. Другой говорил так – я напрасно прожил день, я ничему не научил самому. Ты можешь это сказать? Ежедневно душа требует совершенства. Одна ступенька должна быть пройдена. А она, может быть, душа летит, как накрыли голуби. Где? Скорь печаль. Благодарю, Господи, ты любишь меня. Снова на меня гонение. Благодарю тебя. Да выйду я, как золото, очищенное горнили страдания. Аминь. На всех народах, какие населяют землю, сохранилось памятование о первоначальном единении с Богом. Сегодня насчитывается только христианских всех более шеститысячные именования, не считая другие религии. У них всё разное. От начала до конца. Но есть три момента, которые совершенно одинаковые. Только три. Первое. У всех народов есть представление о возмездии. То есть о страшном суде, как принято выражать у христиан. У других народов это повторение плохой кармы, неживление до низшего состояния. Но речь идёт о наказании о возмездии. О том, что жили на земле, твори, выдумывая, что хочешь и ничего за этим не следует. Это только совершенно безумные люди, говорят так. Такого нигде не должно было быть. А за того, говорит, безумнейшие из безумных придумали это. Второе. Все народы мира, имея разные календари, сохранились семидневную неделю. В одних Новый год начинаются в марте, в сентябре. У русских так было одно время с марта, начинались с сентября. Это Пётр Первый вёл с первого января. Но неделя одинаковая, всюду семь дней. И третье. Все народы сохранили памятование о потопе. Хотя в мире насчитывается 2896 наций, наречий. А уже диалектов тем более. Но вот эти три понта как раз и говорят, что когда-то были все вместе. Как бы людям не придумать что-то другое. Ну разная длина года бывает. Даже разная. А это одинаково. Бывает 13 месяцев более. Но семь дней в неделю. Это Бог. Начало творения. Шесть дней творил, а седьмой почил. Почил в субботу. Начало по-нашему. Первый день недели. Это не понедельник, а воскресенье. И вот мы шесть дней работали. На седьмой день уже начинаем уставать к седьмому дню. Хорошо бы отдохнуть. А вот он праздник. Какое? Воскресенье Христово. Отвообразить даже невозможно. Какие попытки делать дьявол в начале советской власти. Они решили пятидневками задушить воскресный день. Пять дней отдых, пять дней отдых. Но не шесть дней и потом отдых. Вроде мы сделаем больше времени для отдыха. Ничего не получилось. Но легко было бы им это сделать. Когда такой тоталитарный режим. За одно слово противления. За хранение иконы. Человека приговаривали к смертной казни. Не пошло и все. И ничего не могли они сделать. Что интересно. Бог пошлевается над ними. Как мы знаем самое великое словословие. Краткое. Это Аллилуйя. И псаллы начиная с Аллилуйя и в конце Аллилуйя. Переводится Слава тебе Боже. И у самого великого тирана за две тысячи лет. Дочь Аллилуйя. Вот выходит же она замуж за Аллилуйя. Аллилуйя. Вот если даже сказать как посрамить тирана. И ну никак нельзя. Богомазовый есть. Боголюбовый. Все не то. Аллилуйя. И она так Аллилуйя осталась до конца. Не вернулась в твоей прежней фамилии. Что это. Как хорошо что мы христиане знаем истину и значение этих слов. Что был потоп. Иные говорят он был местного реального значения. А мы знаем вся земля была покрыта водами. Об этом говорится в книге Бытие. Но память о Боге сохранилась весьма туманная. Человечество пытается Бога приблизить своим понятиям. Когда христианство пришло. То оказалось что в Римском пантеоне. Насчитывалось более 500 божеств. Вот как в музее стояли. Это Марш, Юпитер, Венера. Ян Златоус говорит по названию было 500. А в действительности ни одного. Христианство легко вошло бы как в 501 религии. Это было разрешено от императора. Гонений на христиан не было. Но терпимости. Немножко терпимости друзья. Вы уважаете религию друг друга. И все уважали. Были склонны друг к другу. Когда появились ученики Христа. Они сказали. Все идолы это демоны. Бесы. И принося жертву идолам. Приносят жертву бесам. Апостол Павел сказал так. Послание Коринфянам. Значит бесам. И они сказали. Все религии ложь и ведут в ад. Ясно что все до единой подняли войну против христиан. Казалось. Не пройдет и недели как христиан не будет. Но Христос сказал. Не пройдет род сей. Не пройдет. Не исчезнет род христианский. Где сегодня поклоняющийся Венере. Ну может быть там в венерических диспансерах. Столько и всего. Кто. Где еще поклоняется Марсу. Ну может быть там в министерстве обороны. Бог войны Марс. Но ведь по настоящему то никто в это не верит. Что Епитеру надо поклоняться. Меркурию. Бог торговли был такой. На ногах у него крылочки он летал. Христианство все это осудило. И сказало демоны. Христос один. И Христос старший. Почему христиане. Когда бросали их на арену. Тиграм. Диким зверям. Быкам. Они поднимали вверх один перст. И провозглашали Христос Рыбна. Христос царствует. Где. Они показывали здесь. Как Игнатий пролучил прозвище антиохийский епископ. Богоносец. Это тот ребенок. Которого Христос брал на руки. Такова его история. В моем сердце Бог живет. Его прозвали Богоносец. В моем сердце живет Бог. Вот если бы мы вспомнили об этом. Какой дорогой ценой мы куплены. Искуплены Богом. То представление о Боге было бы не только такое как у царя Давида. Он говорит шествуешь на крыльях ветром. Приближенное понятие ветер. Ну можно ли ощутить ветер. Ощутить можно. А увидеть. Ну а как увидишь. Я могу увидеть как листья шевелятся на дереве. Как облака несутся. Шествуешь. Да еще не просто на ветре. А на крыльях ветром. И мы это прочитали в самом начале. Вот как бы дает нам разгон. Составленное богослужение. Представление о Боге. А потом показывается все творение. И говорится. Если Бог отверзает руку им. Насыщаются воробьи. Ласточки. Вороны кричат. А кимиш. Дух. Возвращается с земли в перь. Все превращается. Сначала показывается величие. Величие. Невидимость. Необъятность Божия. И след за этим ничтожество всего творения. Которое стало смертным. Из-за греха. Вся тварь стенает и мучается до ныне. Это все мы услышали в первом псалме. То есть сразу показывается величие и ничтожество. Вот две грани. Вот бесконечность. Бесконечность. И вот ничтожество земля. И ты в землю снова возвратишься. И первый псалом начинает церковь ставить специально. Или добыть. Возит. Блажен муж. Который не ходит на совет нечестивых. Первый совет нечестивых. Это безбожники. Атеисты. Коммунисты. Они отрицают существование Бога. Величие Божие. И они отрицают ничтожество человека. Человек. Вот настоящий творец истории. Вот Бог. Которому нужно поклоняться. Мне неоднократно говорю. Вот Бог. И указываю на лежащего мавзолея. Которого земля не принимает. Это мне говорили люди. Высоких органов. Первый секретарь. Горкому. Вот Бог. А это что Христос? Кто его? Его забыли все. Вот армию Наполеона. А у Христа. Ни одного полководца нет столько добровольцев. Как у Христа. В разные страны идут. Несут великое слово любви. Под именем милосердный мы знаем Христа. Блажен муж. Который не ходит на совет нечестивых. Но. А чем же ему тогда заняться? Если с ними вместе не быть. Но. В законе Господа воли его. В Библии. И о законе его Евангелия размышляет он день и ночь. И что же из этого получится? А будет как дерево посаживая приорыки. Вода течет. Орошает. Вода носит. Вот таким он будет. Но нечестивые не так. Нет. Давыд говорит. Но они как прах. Возметаемый ветром. Так что это из праха? Ну в прах возвратится и все. И они питаются вот этим прахом. То что философы Дидро, Руссо написали. Их классики написали. Все разные книжки пишут. Это все прах. Это река, которую я упустил вслед церкви. И вот мы собрались здесь, заканчивая эту неделю. Были ошибки, промахи. Ну были, что-то упустили, хозяйство попортили. А все-таки был и успех. Немножко продвинули, где-то протяпали. Где-то что-то прикрутили, приварили. Господи, слава Тебе. Сейчас мы сложили руки. Сегодня можно еще и после службы работать, в баню сходить. Но в 24 часа наступает воскресный день. И завтра до 24 можно делать только дела Богу угодные. А какие? Молиться. Посещать больных. Отдыхать на лоне природы. Вот это не запрещается. А остальные обычные дела, написано, отойдут в сторону. Не занимайся обычными делами. Не надо говорить, что у меня срочность какая-то. Срочность это какие-то стихийные бессии. Прорвало весной пруд. Среди земных пожар поднялся. Ветром сорвало крышу. Он не будет ждать, когда воскресенье кончится. Наш эфиризм положи. И начиная это богослужение, устанно полни славословием. Господи. Целую неделю Ты хранил меня. Припомни, сколько раз мог споткнуться. Мы даже не знаем крепость балов своих. Нам кажется, проще наше сооружение. Ну еще бы железобетонное. Но оказалось вот стоять люди под козырьком. Не где-то, а в метро в Санкт-Петербурге-то. И вдруг отломился. И все. Одно мокрое место. Вот мы считаем у святого поликарпа. Он отдыхает в гостинице. И вдруг просветается. Беспокоится. Выйдем отсюда. Это место нехорошее. Она обрушится сейчас. Диакон говорит. Отец. Ну ты столько думаешь о смерти. О вечности. О Христе. Что покоя никакого нет. Ну отдохни хоть маленько. Он заснул, как будто задымал. Ох, нехорошее место. Уйдем отсюда. Отец. Ну ты же молишься. Да, я верю в силу Божию. Но я не надеюсь на прочность этих балок. Не надеюсь. Только вышли, за нее рухнуло. Это Бог положил. Пречувствие у Него такое было. Мы походили, что такое предчувствие. Вот это наше предчувствие должно подсказать. Господи, мы не оценили всей красоты воскресного дня. Но это напоминание о Твоей победе над адом. Над смертью. Над тлением. Благодарим Тебя, Господи. Что в этот день Ты нас собрал здесь. Если бы умрали неверующие. Не верили в искусительную жертву крови Твоей. Нас бы здесь не было. Какие мы счастливы, что в этот день, заканчивая неделю, можем воспеть Ему Аллилуйя. Аминь. Боже, и живот даяй. Мы несколько лет добивались решения библейские тексты читать на богослужении на русском языке. По милости Божией, все псалмы, Евангелия, Берхозаветия, чтения, деяния апостолов читаются у нас на русском языке. Но остальное пока не трогаем. Кое-что можно известить. Нам говорят, что само богослужение есть проповедь. Правильно. Но проповедь должна быть понятной. Сыне Божий, живот даяй. Адами слышали, научи меня оправданием Твоим. Вот в этом все. Жизнь, в каком бы смысле она ни произносилась, имеет свое окончание. Если что-то нам дают, мы интересуемся, а насколько это? Вот тот суд, который я вел, то наши государственные органы сказали, вот эти здания мне отдают в аренду бесплатно на 50 лет, чтобы погасить долг. Я говорю, зачем тебе это нужно? Я буду пристройки делать, украшать, а через 50 лет меня ясно уже не будет, и вы отнимете. Нет. Только на совсем вечное пользование. Так и здесь. Люди обещают, дадим тебе должность, хорошее место, квартир. Ну что они могут обещать-то еще? Надо сказать, а на сколько? Ну как на сколько? На все время. Что значит на все время? Если правитель был и умер, ну сколько и перед нами было, подряд все умирают. И этот правитель, этот президент тоже имеет начало дней и конец дней. А Сын Божий, жизнь дарующий, живот это жизнь, дарующий, дарует жизнь вечную. Вот в этом-то вся и разница. Подражателей дарующих очень много. Ну мать родила дитё, даровала ему жизнь. Но она одновременно в него, в ребёнка заложила и в смерть. От двух нечистых родиться это что-то чистое. И может не родиться безгрешный от грешных? Книга Ио 14-24 стих, Псалом 50-7 стих. Ясно, что нет. Для этого с неба сходит Сын Божий Иисус Христос, который берёт на себя грехи мира и совершает искупление рода человечеству. Но это спасение надо бы усвоить. Не просто признать, что вот он умер за весь мир, за Адама, умер за апостола Павла, ну и за нас. Ты должен его усвоить лично. Он пришёл, распялся, умер за меня. Он терпел страдания за меня. И припомни, что ты в жизни делал. За каждый грех смерть. Возьмите на трёх смерть. За один грех. Сколько же смертей вы все достойны? Научи меня оправданием твоим. Если ты жизнь даруешь, я должен и приблизиться к ней. Научи меня оправданием твоим. Господи, а как это можно? А три ступеньки, он говорит, надо пройти. Три. Всё очень чёткие юридические формы имеют. Отвергнись себя, возьми крест, скажи за мной. Отвергнись себя, не признай кого-то где-то как-то, а себя грешником. Нас с детства учат видеть виноват тот-то. Там виноват тот-то, убил Пушкина. Мы все знаем по полочкам, кто виноват, кто что отнял, где просчитался в реформах. Ну скажи сейчас, кто самый вредный? Ну все покажут, облечивайся на кого-то. А христианин первое сейчас скажет, я. Ты хочешь увидеть врага, который непримиримо с тобой враждует? Подойди к зеркалу и ты его увидишь. Так вот этого врага ты осуди. То есть покайтесь. И веруй тебе в Евангелие. На первое место стоит покаяние. Отвергнись в тебя своих амбиций, наклонностей. Какие бы тебе не были чувства, ну не просто сказать, я грешник. А осознай это в подлинном, первоначальном значении греха. Я не просто грешник, я распинатель Христа. Мы начинаем читать об амалике, которая убивала ослабевших. Вот так мы, когда распускаем какую-то молву, худую, что-то. Едва утишившаяся буря, снова подкладываем туда керосинем, разжигаем. Это тоже самое делаем, как тот амалик. Мы считаем, про вот его жену она обернулась. Зачем она обернулась? В Библии не написано. Ну легко догадаться по нашим чувствам. Представьте, выходить навсегда, оставить место. С собой ничего она не вынесла. Когда мы переезжаем в другую местность, ну что-то отправляем, берем аккредитивы, деньги, машины, нагружаем, ну хоть маленько-то, барахлишко-то, везем. А здесь ничего. Все осталось там. И место было богатое. И жили они в очень хорошем достатке. Вот. Это племянник Авраама. И она обернулась. И когда считаем это, не просто обернулась, а навсегда обернулась. Один раз согрешил, это ничего не значит. Нет, один раз это все значит. Один раз это навсегда. Откуда ты знаешь, что будет время покаяния? Откуда знаешь, что будет дух дан для сокрушения сердца? Научи меня оправданием твоим. Вот если бы мы стояли сегодня рядом с женой Лотовым, при выходе сказали. Дорогая, только не оглядывайся. Ты пошла на гору спасения. Вот так мы пошли за Христом. Не оглядывайся назад. Взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, не надежен для Царства Небесного. Не просто, хорошо ли тебя приветят, уважают ли тебя дети. Как к тебе кто относится, это никакого значения не имеет. И когда люди говорят, да я бы верил, разве так, если бы не это горе? У меня волна за волной, черная полоса за полосой идет. Боря одно Христа не знает. Все. Христа потерял. Научи меня оправданием твоим, Господи. То есть научи смотреть на тебя и каяться окончательно. Я не просто согрешил, я умер. У православных в сознании это очень слабо затвержено. Вроде немножко что-то можно подправить. Ну будешь ходить, будешь каяться, будешь молиться. Ну как-то наиспать к батюшке пойдешь. Где-то грехи сдашь, что-то с тебя снимут. Нужно сказать, я умер, как был бы сын. Сын был мертв и ожил. Христос пришел не подправлять нас, сделать лучше. А Он пришел воскресить умерших. Почему и написано, встань спящий, воскресни из мертвых и освети в тебя Христос. И научи меня оправданием твоим. То есть нужно разумным Христом на все это смотреть. Христос смотрит на нас, как на грешников погибших, погибших окончательно и без поворота навсегда. И мы должны на себя так и смотреть. Никогда ни один человек себя спасти не мог. Делают сравнения такие, что человек, который тонет, трясену, засасывает, пытался бы сам себя за волосы взять и покупать и выпищать. Небо простерто, пронзенная гладь Христа. Там с Голгофского Христа течет кровь, которая омывает всякий грех. Нет другого лекарства, нет другого средства. Научи меня оправданием твоим. Не как люди учат, а как Святой Евангелие учат. Научи меня, Господи, оправдайся, как ты говоришь. Первую ступеньку пройти. Отвергнусь от самого себя. А я так научен, а у меня дедушка был монах, а у меня бабушка была в монастыре. Это все может быть хорошо, но если сам ты не осознал, что нужно лично самому ко Христу прийти, лично самому признать Его своим Спасителем, сначала не положено. Отвергнусь от себя. А у меня вот характер такой испульчивый. А я не могу. Отвергнусь от себя. И мы должны друг другу помогать этот первый шаг сделать. Ему надо возвращаться неоднократно. А уже второй шаг, он труднее как будто, но его делать уже легче. Раз тебя отвергся, теперь не ищешь своей воли, да будет воля твоя в крест. Возьми крест твой. Какие скорби, испытания, потери. Бывают люди как мечи, но горе за горем на них идет. Семь сыновей все на фронте погибли. И муж ушел, тот не вернулся. Один остается, и мало того, один выбрасывает из дома. Ну вспомните, что с лилом было. Ну а на третью ступеньку все идут сразу. И следуй за мной. Сразу приди в церковь, лоб тебя помощели. И опять ты христианин пошел. А куда ты пойдешь, когда с тобой твое Я? Внутренний человек должен быть распят. Я распинаю плоть, Павел говорит, со страстями и похотями. Второе. Ропот непрерывный. А почему это я? Чем я хуже других? А почему на меня такие беды? Что он Бог не видит, как я молюсь? То есть начинаем уже претензии иметь. Ну сколько-то не говорим. Мы маленьким и дышком-то все равно думаем. Ну чем я хуже? Он сосед-то не верует. Ну посмотри, у него полная чаша дума. У меня сын пошел в школу, потерялся. По сегодняшний день нигде нету. Семь лет, говорит, ребенку в первый класс пошел. Она говорит, где он Бог? Она ко мне приступает. Что я могу сказать? Это твой крест. Какой крест? У меня один ребенок был. Мужа нету. Муж погиб. Один ребенок. И он потерялся. Доброе дело. Я похоронил его. Даже с этим согласен. Но где он? Сколько мы слышим всякого горя. Третий шаг. Научи меня оправданием твоим. Это следовать за мной. Следуй по Евангелию. Я еще раз вам говорю, что у православных эти ступени совершенно неправильно поставлены. Скособочены. Сорваны. Совершенно неправильно. Где выход? Выход один. Склониться и сказать, Господи, я ничего не значащий раб. Да буду. Прости меня, Господи. Омой меня кровью Твоей причистой. Усынови меня. Духом Святым дай мне силу следовать за Тобою. Вдохнови меня Духом Святым. Чтобы слова мои были согласны с Евангелем. Мысли мои были, как Твои существования. Аминь. И след за этим читается Псалом. Благослови Душа моя Господа. Притом этот псалом очень часто повторяется. Что означает благослови? Означает всегда воздавать за все славу. Иоанн Блатоуст выразил в краткой форме. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Это же можно выразить одним словом Павловички. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Переводится. Это три слова еврейских с одинами вместе. Ал, Ил, Улья. Ил – это Бог. Эллахим Ил. Это во множественном числе от Троицы говорит. Почему на кресте, когда закричал Боже мой, Боже мой, за чего ты оставил меня? Эллахим Иллахим Иллахим. Слава Тебе, Слава Тебе. Как? Боже мой, Боже мой, за чего ты оставил меня? Они сказали Илью зовет. Иллию зовет. Так вот, это слово благослови касается как раз этого возгласа Иисуса Христа. Что значит благослови? А за все, что в нашей жизни происходит, научиться славить Бога. Не просто стечение обстоятельств, а за все. Ну, в первую очередь, за то, что ты родился. Ты мог не родиться. А лучше бы меня мать не родила. В Библии написано так. За эти слова ты ответишь. Если ты родителям говоришь, для чего же меня мама родила, как песни поют преступники. Вот за эти слова ты ответишь. Великий несравненный дар дан тебе был родителями, которые не убили. А остальное уже от них не зависело. И ты это не оценил. Так у меня жизнь, сплошные несчастья. Я сирота, беспризорник. Сначала за первое ответить. Был ли бы беспризорник, если бы ты не родился. А я не хотел родиться. Значит противишься воле Божией. Значит ты Его не благословляешь. А где Он Бог? Люди очень часто говорят. Видя какие-то действия в отношении себя. Где Он Бог? А Он Бог рядом. Он постоянно рядом. И мы должны Его ощущать. Мы потому Его не чувствуем, что грехи наши, как вот на дикой капанах. У них в боках, на спине, у нас столько бывает налипшего с Его. Трутся деревья смолистые. Наконец, такой говорит слой, что сучок протыкает его в палец площадок, он даже не чувствует. Его даже убить не надо. Через любые колючки проходят. А так мы сейчас такой грех продвигаем, что даже не чувствуем. Совестливый тонко чувствует. Сказал, услышал, сделал, воздохнул. Если мы говорим «Благословен, если Господи», то есть этими словами стоящие в храме должны признать, что Бог только благословен. Всегда и за все Ему слава. Но более всего мы, конечно, должны понимать это о душе. Если говорим «Хлеб наш насущный, дай нам», то нужно понимать это и о причастии. Понимать уже не только каждый день, а каждый день причащались, а из хлеба составляется причастие. Необходимо. Он дает. Сколько тебе лет? И сколько раз Он тебе давал? Сколько раз тебя слушал? А кто-нибудь тебя еще так любит? Слушал, сколько раз? Нет. Благословен, если Господи. И дали благослови душа моя Господа, и не забывать сердце. Вот в этом Акафисе, слава Богу за все, перечисляется вечериканье птицы, рассветший цветок, и мощное движение грозы и землетрясения, грохот огнедышащих гор. И как земля в подменечном платье стоит, особенно зимой бывает, какие серебристые на ней сережки висят. Господи, как все прекрасно! Вот сегодня им будет возможность, посмотрите на эту красоту, при таких дождях. Сколько же зеленой краски у Бога! Кажется, чернота земли даже куда-то делась. Все абсолютно зеленым стало. И зелень радует глаза человека, Серафов говорит. Господи, зеленый свет, оказывается, успокаивает нас, и ты так много нам дал его. Слава тебе! И когда в вечности говорится, что увидели в виде ясписа, Бога сидящего, в виде камня подобного ясписа, ясписа зеленого света, то толкование интересное. Разные цвета, но разный свет действует по-разному. Красный раздражающий, черный угнетающий, белый настраивает на какие-то мысли отрешенные, а зеленый пробуждает силу и энергию. И поэтому психиатрии, на особенно буйных, на которых не могут поделать цветы и энергию, приводят в кабинет, где все, скатерки, стены, потолок, все зеленое. И вот мы стоим, как буйные, среди всей этой зелени, которая пустует. Господи, благословенный вести, как же у тебя хорошо. Благословлять Бога, благо, то есть добро, славить Его за все. ...всю жизнь. Мы можем совсем... ...акончить даже медицинский путь. ...что-то было... ...что-то нет. Человек, когда говорят, высшее образование, это имеется ввиду, что он десять классов там учился, кое-как, а потом еще пять лет мучился где-то, и высшее, то есть все, конец, выше некуда. А мы говорим, начальное образование, когда мы проходим на земле и доходим до совершенства, только начальное. Давнейшее обучение будет вечности. ...что-то... ...главное, чтобы мы роднились со Христом, чтобы у нас была одна природа. Грибы низкие. Брат Василия Великого говорит, что Бог имеет дело только с тем, что сродственно Ему. Если даже полное погружение ты получил, крестился, а душа не расположила Бога, тебе ничего не дала. Бог говорит, сухой грешник стал мокрый грешник. Сродственность. И о чем бы ты ни рассуждал, всегда став перед собой, как эталон. А что там говорит Бог через святое? Мы не знаем, не слышим Его голосом. А мы слышим еще, что в Библии. Главное, конечно, это Евгений. А что Бог нам это говорит? Благословер Господи! Какие Ты дал нам... Вы должны поступить по Нему. Вы кормите, и видите результат, как Вы... Вы не могли приметиться, а ты говоришь, что накорми, напои врага, горящий угли на голову. Как хорошо, что я вовремя севернулся. Он нуждается что-то там... Господи! Как это хорошо! Я коснулся Твоей заповеди. Ты только крылом поверил на меня. И мне уже хорошо. Благословер Господи! И вот богослужение так составлено. Сейчас опять опять будет о всех горестях, которые нас окружают. Но никогда не скажи слова, которые произнесла жена у Иова. Она увидела, что как из розы изобилия пролились беды на него. Он потерял все богатство, а был очень богатый, как у нас сейчас редко кто богатый. Самый богатый и написано богатый всех с самого Востока. И в один день потерял десять детей. Никаких детей, говорит, неплохих детей дали. Покрыл его Бог проказы самой неисценной болезнью. И проказы могли десятки лет добить. И тогда жена, подруга жизни его, и говорит, покори Бога и умри. Бог не прав. Он неблагословенный Бог. Бога не надо славить. Выматерись в Бога и умри. Потому что Бог не справедливо поступает. Он говорит, ты как одна из безумных. Ну неужели за доброе будем славить, а за худое не будем? Вот если бы сегодня так отвечали женам, которые буквально побуждают кропоту. Вот этого нету, этого нету. Но у меня больше таланта нет. Вот я что имею, то и имею. Сколько у тебя ребятишек все сыты? Ну успокойся, будь довольна мужем. Ну перестань роптать. Будь довольна сыном. Сын, ну будь доволен женой и матерью. Благословен Бог, что дал таких родителей. Такую жену дал. И все изменится. Благословен, если Господи, научи меня оправданием Твоим. И когда произносим это благословение, значит устанно полнить славою за все, что есть. А славить есть за что. Ты всегда стараешься найти то, что хуже. И сейчас в Чечне коров нельзя выгнать. Почему? А заминировано. Ушли советские войска, и осталось 200 тысяч заряженных мин в земле. Наши ушли из Афганистана, насчитывает до трех миллионов мин. Попробуй найти в земле. Оставят их не железные оболочки, а массовые, там различные такие... Миноискатель не может найти. Собака не может найти глубоко. И она не просто мина. Первый взрыв она взрывается, вылетает кверху и в воздухе разрывается. Не просто она разорвалась, там и все. А у нас этого нет. Господи, благословен, если. Какое время мы живем, какое у нас место. На нас никто не охотится. У нас никого не воруют. А там скотину угоняют, убивают, людьми торгуют. Благословенности Господи. Сколько людей умирает? 80 тысяч каждый день умирает от голода в мире, от недоедания. А мы хлебом кормим животных. Хлебом. Пшеницей. Благословенности Господи. Какую богатую землю дал. Копни ее, посмотри, что в этой земле есть. Она сама все тебе дает. Благословен ты Господи. А самое главное, люди мучаются в разных религиях. В разных сердцах. Они не знают пути спасения. Самодовольствие погибает. А нам Бог дал святую и православную веру. Какие же мы счастливые. Благословен если Господи, что открыл мне ум по разумению Писания. Ты дивный религий. А враги будут откуржать и говорить, нет ему спасения в Боге. Только что послушали. Много упреков. Много разных поношений. Но это самое страшное. Они говорят не просто, что будь проклят, что там. А даже ты в Бога веришь. Но этот Бог тебя не спасет. Нет, ты будешь в аду. Нет ему спасения в Боге его. Ты ради Бога все это делаешь. Ты ради Бога страдаешь, терпишь. Но нет тебе спасения в этом Боге. Но уста мои говорят. Пусть даже не осмысливай этого благословенности Господи. Пусть слова эти пройдут. И смертельно не ранят меня. Я верю в тебя Господи. Да, я не Божий, но Божий. Мне трудно, но с тобой все преодолеем. С тобой, Господи, избагаем врагов рогами нашими. Благословеннейший Господи, научи нас оправданием Твоим. Аминь. Событие, которое произошло во вселенной, это воскресение Иисуса Христа из мертвых. Пять тысяч пятьсот восемь лет прошло от сотворения Адама до рождения Иисуса Христа. И как считает, тридцать три года он жил на земле. Точно никто не знает, но так принято считать. Ну, тридцать три и восемь, получается, сорок пятьдесят тысяч пятьсот сорок один год. Человечество готовилось к великому, несказанному событию, воскресению из мертвых Иисуса Христа. Который сам себя воскресил. Вот если бы сегодня жены те, которые приходили, искали Его, встретились с нами, стали рассказывать. Я думаю, они сами с собой бы даже насмехались и говорили бы, какие бы были маловеры. Ангел как бы упрёк, говорит, ну чего вы искали-то среди мертвых и живого. Ну, сами подумайте. Среди мертвых искать живого. Ну, среди живых бывают мертвых. Жил человек, сидели во время мира, умер, драка случилась. Я все живой, а он умер. Но среди мертвых, когда все одни мертвецы, это город покоя. Одни мертвецы. И вы знали, что это кладбище, знали. И пошли искать туда. Кого искать-то пошли? За кого он умер, мы хотели помазать? Только из чего? А как он вам рассказывал, что он воскреснет? Если бы они были богословы, они бы сказали, ад никого не отпускает. Смерть никого не отпускает на побывку. Посмотреть, узнать, что. И он говорит, вот если бы мне пришла смена, когда я умру. Ну, пройдет 30-40 лет, твои дети вырастут. А ведь охота была бы. Хоть глазком будем глянуть и вернуть. А что тут без нас-то будет? Вот я представляю, какие после меня будут наследники. Мне скажут, что я правильно тут все делаю. А тут они еще лучше распорядятся. И люди в то время так все и понимали буквально. Ну, воскресно немножко, а потом буквально. И вдруг воскресенье оказывается вечным. Тело приобретает другие свойства, не стареет и не болеет. И Христос им постоянно говорил и говорил об этом. Как о стенке дорог. Они ничего не могли запомнить. Ну, кажется, ну, это-то. Могли они понять, что он воскресенье живой. И он сам явился и упрекал их за неверие. Ну, раз упрекал, ну, ясно, что дошли до последней точки. И вот мы каждую субботу при наступлении дня воскресного, у евреев ровно в шесть, и сейчас наступил уже следующий день. У них такое исчисление. Вот если бы еврей у нас здесь жил, для него уже наступил бы сегодня день воскресного. Суббота кончилась, он сейчас может долгать, а в шоке долг никогда не возьмет. Ты принеси. Если ты ждал, он не возьмет, субботу брать нельзя. Вот если бы мы так исполняли. И вот мы сейчас верим, что Господь даровал нам воскресенье. Что это означает? Что вся жизнь будет оправдана. Но если бы воскресенье было одно. И два. Два воскресенья должны быть. Первое воскресенье от мертвых дел. Воскрес. Блаженный Свят, имеющий участие в воскресенье первое. Когда человеку верует в Бога, он от мертвых дел воскресает. Сбрасывает старое, как бы из гроба воскресает. Ты же был верующим. В желанной жизни. И вдруг открывается новый мир. Душа воскресла, воспрянула. Так страха смерти, так прежде. Блаженный Свят, имеющий участие в воскресенье первое над ним. Смерть вторая не имеет власти. Откровение Иоанна Богослова 20 глава 4 стих. А второе будет черче воскресенье, когда все воскресенье. Откровение от того, что Он воскрес, если мы-то не воскресенье для жизни-то вечную. Поэтому здесь не так, ну что будет, куда нам рай? Нам со святыми не угнаться. Нет. Мы должны быть совершенно настроены только на полную победу. Иначе смысла никакого. А какая победа, когда у нас и скандалы, и мирность, и недоверие. Все так. Мы уже каясь. Каясь и вы карабкаете. В славянском языке написано, интересно, отгребайтесь от греха. У нас отстраняетесь. По-русски там переводы разные. А там просто отгребайтесь. Куча заваливает. И мы кое-как голову усики показываем, как в фильме «Робинзо в окрузах». И начинаешь снова карабкаем, карабкаем. А ты грехи нас заваливает. И грехи не простые, а бывают тяжкие. А сколько раз вставать? Сколько раз упал, столько и воскресай, и опять вставай. Да что, умышленно? Нет, не умышленно. Но умышленно тут разгон не имеет. Если ты уверовал во Христа, положи себе жить так, как Он заповедал. Характер свой забудь. Отвергнись себя. Это первое. Но если ты был горячий, горячий теперь, горячий, все это употреби на той. Нужно быть резвым. Спешить на добрые дела не так, как в складнях. Меня это не касается, тут не пойду. Брат спотыкается, я не скажу. Тебе должно быть до сего дела, как христианин. Не просто нос вставать куда не надо. Понимать, здесь я могу оказать действенную помощь и побеседовать. Поговорить. Когда мы слышим о воскресенье из мертвых, настрой должен быть один. Что вот эта радость воскресенья, которая сегодня, в день, в Пасхальный день, как говорят, и солнце играет. Не надо понимать буквально. Но и мертвые радуются. У мертвых губы наполняются смехом. Смерть повержена. И пророк Исаия об этом говорит. Смерть, где твоя победа? Смерть, где твоя жало? У Христа не было. А жало, смерть и грех. А раз не было жало, смерть была неоправдана. Неоправданное обвинение на Христа перекладывается на того, кто вылез на дьявола. И все похищенное им, Христос, говорит, трещит ад. Всех оттуда выводит. И каждый раз, вот, накануне воскресного дня, нам церковь это и напоминает. Ну, а что об этом говорить? Веруем, веруем. Две тысячи лет воскресения Христовым каждый день буквально говорится, и конца этого не будет. И вы не найдете двух одинаковых проповедей Иоанна Златоуста. Не у Василия Великого. Кажется, сказано все. Считаю из Терафима Саровского совершенно новое воскресение. Додумался. Каждый день говорит Христос воскресенье. Уж задумывает. Ну, один раз сказал, нет, каждый день. Он не мог из этой идеи выскочить. Мне приходилось беседовать с людьми, крайне враждебными идеей христианства, но очень умными. И вот они рассуждают и мне говорят, да. Я вот исследовал и нашел. Ну, здорово у Вас придумано. Я говорю, а что здорово? Воскресенье. Вот что тебе не сделай, а ты веришь, что получишь. Вот сейчас хотели бы тебе руку отсечь, а я у Бога тогда получу. И он говорит, а вот Зоя там, господи Мьянская, и кто? Они казненные были, они ж не ждали воскресенья. Их подвиг выше, я согласен. Их подвиг выше. Но он не нужен никому, оказалось. Подвиг, который имеет в себе основу прославить Христа, он имеет полное оправдание. И какие мы счастливые. Здорово все придумано. Ну, хорошая религия мусульманства. Там строгие правила. Смотрите, как они распространяются. Но все построено на дьявольском убийстве, на крови. Везде и всюду. Хорошая она там религия, как удобно. Но все только на крови. Везде. На одной крови, на убийстве распространим. Хорошая католическая вера, замечательная. Но даже показывает какой-то фильм, но только одно на ножах, на шпагах везения идут и распространяют веру. Но не распространяется она так вера. Вера в воскресенье Иисуса Христа распространяется на воскресенье, не на смерти. Ты должен всем сказать так. Господь любит тебя. Бог зовет тебя. Жены вышли навстречу. Они имели много-много препятствий. Конечно, великий страх перед воинами. Сколько сейчас страхов обояет человека? Вот если настоящий человек веровал, то не надо бояться кого-то. А вот сегодня открывают храм где? В Порщине. Уже страшно делается. Я боюсь не того, что в власти придут коммунизм, а того, что храмы открывают. Я страшно боюсь этого. Потому что вижу, что Евангелие закрыто. Люди понимают так. Еще один пункт сдачи грехов открылся. Свободно можно прийти батюшке зад грехи. Не меняя своей жизни. Сто процентный обман. Воскресенье из мертвых. Для этого Евангелие считается. Для этого жены и пришли с благовониями, не со зловонием. И мы-то должны идти ко Христу. С какими благовониями? Господи, вчера я был не такой. Прости меня. Но сегодня уже это осознаю. Сегодня я успел сделать то-то. И главное это, конечно, настрой на молитву. Молитва – это разговор с Богом. Если молитва тяготит, пусть она краткая будет, но постоянно хочется иметь это общение. Значит, душа воскресла. Если тяги к молитве нет, и ты боишься молитвы, и боишься чтения псалтырного, значит ничего там еще не было. Все мертвое. И говорят какие-то неурядицы, там разборки. Если ты боишься по Слову Божию сесть, говорить, душа мертвая, ты боишься Христова суда. Боишься сегодняшнего. А его сегодняшний суд надо просто искать. Но обречите меня. Они правильники говорили, выйдут чистки от Жовуса. Ну давайте сядем. Ну кто-то что-то где-то говорит, то пойдем разберемся. Если они боятся, те люди сегодня. Я верю, что нет там полной веры в воскресение Иисуса Христа. Ради воскресшего Христа это все претерплю. Виноват, прости Господи. Пусть на этом все сегодня закончится. Чтение воскресного Евангелия это не только напоминание, как шли жены, но как должны мы идти. Это камень. Огромные силы камень, который нас давит. Ну конечно это грех. Его никто не снимет. Кто уберет его? А пришли камень отвалить. Кто грех с нас снимет? Христос. А там охраняют воины еще. Тоже страшно. А как это понимать? Это означает гарнизон дьявола. Притом сильно вооруженный. У каждого сатаны, у него своя ниточка, которую он дергает. Он знает, чем мы страдаем, чем мучаемся, что мы любим. Любим поесть. Одна ниточка он дергает. Ну полежи. Ну что там вставать рано-то? Ну ты же не можешь. Вчера что-то у тебя колола, там гастрит у тебя. Да не ходи на молитву. Ну подожди маленько. Хода тебе будет. Воздуха не хватает в храме. Зато вот это на ипподроме хватает. Когда коник колесистом поднимает такую пыль, вы говорите, с утра пораньше место в ад захватили себе. Сидите здесь. Но это у нас есть. Это все камень. Другую ниточку дьявол дергает. Ну не надо себя угроблять так на работе. Ну что ты так? Есть все. И у него на все, и на все есть. Он очень хороший кукловод. Я на 24-х лет не слышал, что есть слово Евангелие. Впервые прочитал у отверженного Виктора Юго. Епископ Евеню делал помешки на полях какой-то книги, он говорит. И как я думаю, это были выписки из Евангелия. Я поразился. Если епископ делает на полях помешки, то что же это за книга такая, что выдержки из той книги имеют такое значение. Ну и все. А когда уже получил в руки Евангелие и стал читать. Теперь я понимаю, что ничего выше, ничего прекрасней, чищей не было и не будет. Человечество жило в ожидании 5540 лет, пока появилась Евангелие. Оно написано после смерти и воскресения Иисуса Христа. 5508 лет было от Адама до Рождества Иисуса Христа. Ну и 30 лет еще добавляю. 32-33. Примерно считается, что Христу было 33 года. Евангелие было написано. Евангелие от Матфея через 5 лет. Это так, ориентировочно. От Марка через 7 лет. От Луки через 15 лет. И Иоанн написал через 35 лет после распятия Иисуса Христа. Сегодня читалось Евангелие от Марка. Считается, что это Евангелие не от Марка, а Евангелие от Петра. Марк и не мог написать. Он не был учеником Иисуса Христа. Считает, что когда брали воины, хотели Иисуса Христа и схватили одного юношу любопытного ночью, а он был в покрывало завернутый. И он убежал ногой. С него сдернули, а на нем ничего и не задевались, а по-другому. Этот юноша был Марк. Он был родственник Петру. И вот теперь он с его слов пишет это Евангелие. И пишет его для римлян. Вы заметите, почти не каждая глоба начинается И с буквы. Решительно рубит таким армейским слогом. Это римская железная пята над всем миром была. И как немецкий язык это язык команды. Не какой-то там святастый французский язык. Вот кратко, что мы знаем о происхождении Евангелия от Марка. Ну а что считалось сегодня это воскресение Иисуса Христа. Мы поверили в это. Что Христос был распят. Мы поверили в то, что Он воскрес из мертвых. А вот ученики не могли сразу поверить. И он упрекал их за неверие и жестокосердие. Вот. Дальше ни в чем он их не упрекал. Не говорил, что вас суетились, много со скотиной возитесь. Не сказал, что плохо, что вы на молитве спите. Хотя все это было. А вот в жестокосердии все это и заключалось. И в неверии. Все остальное. Люди разделяются на нации. Черные, белые, желтые, поглазые, всякие разные. Богатые и бедные разделяют. Капиталисты и рабочие. А вот Бог разделяет только верой и неверия. Право и лево. Такой-то серенькой мгл посередине нету. Никакой золотой середины нету. Есть только спасенного правая сторона. Правая и левая. И стоящим справа скажет, идите благословенные в радость господину своего. 25-я была Евангелия от Матфея. Я жаждал, вы накормили меня. Алкогол накормили, жаждал напоили. Болен был, посетили. Был в темнице, вы нашли меня. Не говори, что выпустили, вылечили. Но посетили. Оказали милосердие, сострадательность. Значит, правая и левая те, которые не оказали милосердия. Евангелист Марк показывает, что у верующих будет такая власть. И далее перечисляет. Наступать будут на змей, скорпионов, смертоносные, выпьют, не поглядеть. Это буквально понимали. Но можно понимать и образно. На как это? Будете наступать на скорпионов. А люди есть, как змеи. Язык есть, как змея. Как меча бредоводства. Давид молится. Это люди есть, змеи ползучие. Есть люди, которые как бесы ведут себя. Ирина Харасовский говорит, в Москве, говорит, по улицам ходят видимые демоны, бесы. Он говорил о поляках, о ляхах. Я как-то сказал это в Жордан-Вилле. А мне говорят, вы знаете, тут некоторые даже обиделись. Среди нас поляки есть. А вы про них так сказали. А при чем здесь все так написано в житиях святых-то? Они захватывали нашу Россию. Они здесь уже Дмитриев одного за другим ставили. И святой Иринарх о них так сказал. Я не свои слова говорю. Что смертоносное выпить. То есть будут нам преподавать по радио, по телевидению, всякие учения. Ты печально где-то хватанешь за это. Скажешь, о, я даже не думал, а оказывается вон как. А это тебе не повредит. Если ты скажешь, нет, это не так. Никогда не верь в то, что с другой стороны. Все проверяй по Евангелию. Так говорит Библия или не так? Если так, принять. Значит, Библию нужно знать не только от корки до корки, а досконально, как очень наш. Все знать надо. И вот когда люди уверуют во Христа, то Христос не говорил, что если ты уверовал, иди спрячься в дупло, иди на острова, спрячься от людей, иди в тайгу. А он говорит, идите по всему миру. Меня это все время поражает, каким путем развернуло все в церкви. Как только святой монастырь, высокая стена, архимандрита ставят там, архия означает старший, мандра означает стена. То есть старший над стеною. А от кого стена? От внешнего мира. Ни одного слова нигде про это нет. Христос нигде не заповедовал этого. А говорит, идите по всему миру. Какая стена? Наоборот, стены разбивайте, разрушайте все. Людей зовите к единению во Христе. Вашим путем все пошло самой церкви. Говорить об этом страшно, опасно, но надо когда-то сказать. Я ничего не могу сделать, но в уме я должен понять, Господи, Евангелие Твое забыто. Придумали новое Евангелие, которое, быть может, никого уже и не спасает. Евангелие в переводе с греческого означает благая весть, доброе известие. Для путника, который заблудился, и который очень сильно хочет пить, для него самая добрая вещь, когда скажут, вот дорога прямо, иди сюда. Или вот вода, возьми, выпей. Он умирает от жажды. Так весь мир заблудился. А Христос говорит, я есть им путь и истины и жизнь. Вот Евангелие. Я пить хочу. Он говорит, пожажите, иди ко мне и пей. Из чрева того потекут реки воды живой. И не надо будет учить друг друга, но все будут научены Духом Божиим. Какое слово не возьми, оно в сердце тебе входит. Идите по всему миру. Куда идти? Идите в Шалабониху, идите в Топшиху, идите в Барнаулу. Везде идите, несите эту евангельскую вещь. А мы не хотим идти. Сектанты пойдут, понесут. Но Евангелие понесут. Евангелие будут печатать. Евангелие будут тиражировать. Его будут дарить. Его будут рассчитывать на пленку. Так неужели это так важно? Все в этом мире сгорит. И видел я ангела, летящего посредине неба. И в руках его вечное Евангелие. Это говорит в Откровении Иоанн Богослов. Все исчезнет, все минется, и Евангелие останется. И Господь будет судить людей по Евангелию. Я вас не сужу, говорит Христос. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. А слово, которое он говорит, это не слова пророков. Это не Моисеев закон, а Евангелие. И сейчас выпускают такие Евангелия, где прямая речь Христа выделена красным. У меня оно есть такое. Специально издали баптисты такое Евангелие. Черным – это все, что речь какая-то, косвенная речь. А где прямо прямая речь Иисуса Христа красным, у нас только это красочно и видно, что все Евангелие буквально красное. Сам Христос рассказывает притчи по учениям, наставлениям. А кого он принимает? Из старости не отвергни меня, Господи, как хорошо. Господи, а нищих ты принимаешь? Он говорит, придите ко мне. И перечисляет. Блаженны нищие духом. Не только нищие телесно, но и духовно. А у меня горе за горем. Слезы не просыхают. Уже через край течет в сосуде. Придите ко мне плачущие, я утешу вас. Да меня гонят, меня проклинают, про меня в газетах печатают. Блаженны, когда имя ваше пронесут. Господь дает утешение за утешением. Целые гирлянды утешений в одной нагорной проповеди. Но также они были где-то на холме. Но также обдувал ветерок, пели птицы. Написано, вошел на гору. Призвал учеников, и они слушали. Вот наше богослужение, так вызываемое апостольское, под открытым небом, когда над нами облака, в прошлый раз гроза и молния все сверкало, оно особенно наглядно показывает, как велик и могущестен наш Отец. И когда гром грянет, ты только и скажи, велик наш Отец. Но будет время, когда проговорит семью громами вместе. Что будет со всякой плотью? Когда над головой трахнет, так аж присядешь. Даже не хочешь, как страшно. А что же тогда будет? Господи, на Евангелие Твое дает мне надежду, что Твоя кровь причистая омывает меня. Господи, у меня такая неизвестность, моя судьба меняется. Жизнь моя идет теперь по другому руслу. Я не знаю, что меня ожидает. В Твои руки я, Господи, все предаюсь. Завтра, может быть, откроются последние гонения. Но с Господом я это преодолею. А быть может, около меня будут люди, ненавидящие меня. Быть может, я войду в тот дом, где вообще не любят Христа. Я надеюсь на Тебя. Случалось иногда так. Верующие родители отдавали свою дочь за неверующего. В житиях святых есть. И она подчинилась воле родителей. И она обращала всех до единого. И все дети, бывает двое или трое, все стали святыми. И она обращала мужа неверующего, как святая Модика, и сына неверующего. Это все от тебя зависит. А почему? А идите по всему миру и проповедуйте. Она ходила на стадион. Сын идет на дискотеку, и она с ним туда идет. И всюду и везде старалась его вытащить оттуда. По сегодняшнему, если перебирать. Он ходил на конское листалище. Тогда другая была дискотека. Но она везде старалась поставить перед сыном великую цель. Есть спасение, сын мой. А ты уходишь от нее. Он спутался с нечестивой женщиной. Нажил ребенка. И она тогда от него не отвернулась и говорила. Сын мой, Христо ждет тебя. Мы можем свидетельствовать родственникам до момента, пока они еще слушают. Он начал убегать от матери. И она и там достигала его. И епископ сказал. Не может сейчас на стольких молитвах не прийти к Богу. Это нам всем образец. Она выполнила эту роль? Да, она выполнила. И поэтому не прятать веру надо. Ты работаешь с фермерами. Говори им о Боге. Не так, что они решили в воскресенье работать. Ну и я иду. Постарайся этого не делать. Любые конфликты решай только по Ивану. Давайте сядем посмотрим, что нам Христос говорит. Ты чего ждешь? Будущего или настоящего желающего? Взять как можно больше и не думать. Все, что нам говорит сегодня Евангелие, говорит для того, чтобы мы, когда будем воскресать, были оправданы Богом. Воскресение Иисуса Христа. Это наше воскресение. Если мы в это не верим, и Христос не воскрес, вера наша тщетна. И вся наша вера заключается вдоль верою и поклоняясь тебе Иисусе сладчайшей, распятой и воскресшей. Аминь. Аминь. Вечная книга Истины. Откровение Божия Библия. Выражается в нескольких видах. Прямым текстом. Было такое историческое событие. Было крушение человека. Глава третья. Иногда в Библии говорится в аллегорической форме. Поднял один человек в восстание, а другой, желая показать, что из этого выйдет, говорит, стали деревья искать царя над собой. Говорят, иноградная лоза, будь над нами главной. Она говорит, нет. Мой сок нужен тем, а другим, и мне надо заниматься самим собором. И так каждое дерево отвечало. А Терновник говорит сам. Выскочил их. Давайте я над вами буду царствовать. Колючка. Вот так в революции. Выскочили, говорит, есть такая партия. Понимаете? Притча, сказанная пять тысяч лет назад, сыграла в 1970 году. Терновник. И он захватил власть. И люди говорят, нам это нравится, этот террор, эти репрессии. Бывает так, пророчество. Пророчество говорится как бы понятным языком, а на самом деле требует расшифровки. Почему люди говорят, человек сможет в книгу, а видит что-то другое. Поэтому, книга-бибая одна, а растолкование ее, патристика называется. Попробуй, не менее, 300 томов. Представьте, 300 томов по 850 страниц стоят. Это толкование Библии. Так, а все ради можно прочитать? Есть краткость. Все сконцентрировано, предложено фетилактом в двух томах. Четыре Евангелия, Деяния апостолов, все послания, кроме откровения. Андрей Кесарико-Падокийский столковал. Так вот, слово «краскость» иногда стоит на первом месте. Хотя у Бога в Библии известно около 500 имен, но есть одно имя, которое считается самым близким людям. Это и сказал Соломон. И имя его «милосердие». 33-й псалом так и начинается. «Блажен человек, которому Господь не уменит беззаконие, и чьи грехи будут прощены». Что самое дорогое для преступника, который приговорен к длительному сроку заключения или пожизненному? Или к смертной казни? Не приведи Господь. Амнистия. Люди ждут этого слова, как второго пришествия Христа. Краткость. Вот нужно научиться выражаться кратко. Об этом говорится, когда спросят тебя старший, юноша, умея отвечать много и немногих словах. Нам кажется, что если человек говорит пространно целыми часами, как о коме и политические деятельности, вот умница. Три часа говорил без запинки и без записки. А, быть может, он говорил ни о чем, как тот, кто разрушил Советский Союз. Часами говорил, и люди не могут вспоминать журналисты. А что он говорил? Говорят, о чем он говорил вообще? Так вот, в Библии очень кратко выражаются иногда самые емкие понятия. Самая краткая притча Иисуса Христа, Евангелие от Макфея 13 глава 33 стих. Притом очень понятная. И никто до Христа этой притчи не сказал. 5540 лет прошло, и никто не додумался из обыденности вывести возвышенное. Хотя Торок Иеремия говорил, если ты изничтожил его, извлечешь полезное, сделай, как мои уста. Самое незначительное, чтобы взять и из него извлечь самое драгоценное. Вот есть такие люди, которые сделали изобретение ни на чем. И сделались очень и очень богатыми. Притом у всех лежало это под руками. Каждый день это видели, как законы тяготения Ньютона. Одно павшее яблоко открыло законы всемирной божественной механики. Притча гласит так. Царство небесно подобно женщине, которая взяла три меры муки и положила туда закваску. Все. Это любая женщина знает, что такое закваска, что такое мука. Ну три бедра или три стакана, три чашки. Это все и Царство небесное. А теперь только попробую понять, о чем тут говорится. Все растолковано. Краткость. Библия очень большая книга. В среднем это 1260 страниц. Плотное текст. Ну а можно сказать более кратко? Можно. Из пятисот имен мы выделили. Иногда выделяет имя Бог есть любовь. Апостол Павел говорил очень о многом. Как он обратился к Богу. Какие страдания приводили его к этому. Какая неуемная ревность. Но в конце говорит так. 1.21 посланник Филипицы. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И в этом все. Что бы я ни делал, я делал для прославления моего Иисуса. Один неправославный человек сказал так. В мире есть одна личность. Христос. И одна книга Библии. А все остальные должны только подтверждать расшифровать. А если это вне Библии, вне Христа, оно вообще-то и не нужно. Мы без этого легко обойдемся. Самая считаемая в мире книга – это Псалтырь. Потому что христианство – это миллиард двести миллионов. Большинство из них – это католики, православные. Это протестанты. Самая считаемая книга – Псалтырь. Она считается. Не вся. Ну, 50 Псалмов. Каждое утро считается. Постоянно ей пользуются. Вот сейчас мы сколько Псалмов слышали. Их сказать. Ну, 150 Псалмов – это много. Могу ли я их запомнить? Можешь запомнить. Бог – это хорошо. Дьявол – это плохо. Все. Бог – хорошо. А дьявол – плохо. Просили я несколько раз повтори и скажи. В этом все Псалтырь. Бог и его друзья – это хорошо. Расшифровывать далее. Дьявол и его друзья – это плохо. И его служители. И далее. Бог – это Царство Небесное. Еще расшифровывать. То есть вещи есть очень объемные, но их нужно научиться запоминать. Не просто простоял, ушел и далее. И это ежедневно, ежечасно повторяет свои жизни. А как говорит об этом Библия? А что Бог об этом говорит? А Богу это нравится или нет? А Бог это одобряет или нет? И приступаем к этому делу. Бог сотворил человека по образу своему. Значит, в человеке есть бессмертие и творческая энергия – разум. Ты все должен рассчитывать на множество вариантов. Чтобы по пустикам-то не переделывать всякие вещи. Почему премудрый Соломон говорит – Бог не любит никого, кроме живущего с премудростью. Многим эти слова не нравятся. Но россияне и грамотны. Бывает и грамотно, и мне и грамотно. Так вот Псалтырь как раз говорит об этом. А они, кровожадные, умеют делать разные убийства, подкараулить, грабить – много ума надо, чтобы не попасть. И коварные, чтобы коварство – это надо подумать, как обмануть, говорить одно, думать другое, сдавшись человека, отнять, убить, ограбить. А он говорит – до половины денег даже нет. Но они же умные, они соединились. Смотрите, 18 миллионов преступников было. Все будет разрушено. Так сказал Господь. И Давид это видел, заметьте, считали утром Псалтырь. Они ходят, воют, как псы. Плохо. Дьявол – это плохо. Служители его клевреты смертельно опасны. Поэтому не тянитесь к безбожникам. Не разговаривайте с ними. В школе с ними. Не имейте никакого общения. На уроке ты побыл – поскорее иди домой. Никому не заходи. Это исполнение Псалтырь. Праведники – это служители Божьи. Хорошо. И когда они верующие окружают верующие, у него должно быть только одно. Хотел бы я иметь крылья голубя. Улетел бы и успокоился бы. Крылья голубя. Даже минуты не было. А у нас только вырваться из дома. А меня во дворе ждут товарищи хорошие. Такие хорошие. Там музыка хорошая. И далее уже преступная терминология идет. Родители не могут загнать детей своих. Ну и научаются всему. Всякие безделушки на себя начинают навешивать. Дома посмотрите, что у них в альбомах. Какие рисунки. Креста уже на шее нет. Все скидывается из верующей семьи. Причина какая? А ты потерял главное направление. Ты понял, что с дьяволом хорошо. Временно? Может быть, да. Но не доживешь до половины дней. Потому что заповедь чти отца и мать. То есть почитай его. А дальше награда. Будешь долголетен на земле. Огорчаешь отца и мать, ты сжигаешь их живем. Они умирают раньше времени. И фактически ты являешься убийцей отца и матери. Кратко? Очень и очень кратко. Бог это хорошо. И когда предлагается нам выбор от дьявола, ты повтори. Избирай Бога. Одного Бога. И никого кроме Бога. Весь Ветхий Завет – это ступени, ведущие к возврату к потерянному раю. И больше ничего в этом нет. Все богослужение как раз на этом и строится. Охват всей истории. Сотворение мира. Прославление Бога. Задим мы его в милость. За обещанное в пророчествах и исполнениях пришествия Иисуса Христа. А сегодня? Сегодня об одной фразе. Кровь Иисуса Христа очищает нас от пятого греха. Все. И где бы что красное ты не увидел, всегда вспоминая жертвы Иисуса Христа. Где бы ты не видел крест? Четырех, шести, восьми конечных – это знак, символ высочайшей любви. Нет больше той любви, как то душу свою положено друзей своих. Христос положил душу на Голгофском кресте. Кратко. Все выражено в одном кресте. В крестном знамени. В сердце сложении. Это любовь. Ну а что особенного, если я сложил два, три перста. Бог послал Сына Своего имя народного. И вот там все сказано. И вот они – три меры муки. Уши, сердца, руки. Услышал, поверил, исполнил. Слово Божие. Божественная закваска. Женщина – это моя душа. Все. Кратко сказано, но в этом абсолютно все. Слово псалтырь означает «книга песней». У Давыда была псалтырь. Это музыкальный инструмент наподобие к выставке. Но на музыкальном инструменте можно играть любую мелодию. И плачевную, играли, говорят, печальную. И плюсовую. Что измерил Давыд? Он и то и другое измерил. Печаль, как окружает и неверные враги. И он желал им смерти. Да умолкнут в Ааде. Мы должны молиться так. Господи, не имени им во грех. И он не знает, что делать. Поправка очень небольшая. Почему церковь постановила читать псалтырь на втолковании Иоанна Сауста. Где говорится о гибели врагов, это относится к демонам. Больше ничего нет. И где читаем псалтырь. Господи, погуби их. Это означает растение демонской силы и в людях, которые одержены этими демонами. Мы должны стоять на богослужении, вникая в самый таинственный смысл Писания. Ты скажешь, я не могу ухватить всего. Но запомни, Бог – это хорошо. Библия – это главная книга. Она состоит из 77 книг, но самое считаемое – псалтырь. А в псалтыре говорится о том, что с Богом хорошо. И однажды избрав этот путь, никогда от него не отворачивайся. Вышел ты домой, дома, на работе, в семье и всегда говори. Что говорит об этом Бог? Вот эта краткая притча Иисуса Христа, слово краткое, пусть захватывает нас каждый день. Чтобы постоянно эта захватка попадала в уши. Вера принимала сердце, а руки стремились на исполнение. Ибо вера без дел мертва. Аминь. Считай священное Писание, пророчество, послание, деяние и Евангелие. Во сегодняшнее послание апостола Павла в самой многочисленной факте к криминам. Это мы сегодня так привыкли, чтобы поднять головой, пронести, показывая этим особое почтение и благодарение. Но первоначально это было обыкновенное письмо. И во всех периодах так и написано. Письмо апостола Павла. Письмо. Никакого особого выделения среди прочих почты не делала. Но церковь сделала особое почтение к этим посланиям. Выделила их в книгу, которая называется Библией. И если мы вам заметили 27 книг, а 14 из них принадлежит перу апостола Павла, значит действительно значимая эта личность. Рим это был перенесывающий город, столица империи, столицей мира называли ее. Все дороги ведут в Рим. И вот он пишет этой церкви, в которой были немалые разногласия. Между тем, церковь росла. А однозначно были по основным простому поводу. Кто главный? Евреи или же язычники? Одни приводили все примеры того, что евреи потеряли главное значение. И избранная нация закончилась. Они не приняли Христа и Христо продавцы. И теперь сидите на задней скамейке. Они говорят, как мой дядь наш, что произошли все. Да и пророк Исаия говорит об этом, и Иеремия, и Моисей, и Божья Матерь еврейка. Почему мы должны на задней скамейке сидеть? То есть перестали избирать пресетерами и лепископами евреев. И между ними было немало и спор и разногласия. Церковь готова была разделиться и на долгие периоды. Апостол Павел все это стоит на месте. У нас всех объединяет кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Постоянно нужно повторять. Кровь Иисуса Христа это не включается, как у нас теперь сегодня. Многие думают только. Но ежедневно понимать, какую великую цену заплатил Христос за каждого из нас. Мы искуплены не золотом, но кровью Иисуса Христа. Грех омывается ничем. Кровью Иисуса Христа. И дьявол побеждается кровью Иисуса Христа. Даже Христос еще не родился по плоти. А написано, что на небе шла война. Откровение 12 глава. И они победили дьявола в крови Иисуса Христа. А до рождения Христа может быть еще миллиарды столетий будет. Вот такую силу имеет эта кровь. И апостол Павел говорит, он показал нам пример, и он страдал. Я еще раз просчитаю то, что сегодня читаю. Смотрите. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Почему? Потому что Бог никогда не имеет дело с тем, что идет вопреки Его Божественным законам. Бог сам себя отрежьте не может. Говорят, а все ли может делать Бог? Нет, не может. Многому Он не может делать. Бог не может наугадить. Это четко даже ему сказать. Бог не может нарушить обещания. Не может. Бог не может делать ненужного. Говорят, может ли Бог делать такой камень, который сам не сдвинет? Если не может, значит не Бог. А если и сделал не сдвинет, то тоже тогда не Бог. Это еще раз придумал такую глупость по навещению сатаны. Бог ничего и не делает ненужного. И апостол Павел говорит, что мы оправдались и имеем мир. Что значит мир? Мир был нарушен в районе. Когда человек более поверил в дьяволу, нежели Богу. А возможно ли это восстановление? Возможно. Через смерть. Возмездие, согреть смерть. А по-другому? Нет. Вот сегодня в православной церкви везде, как правило, это стоит на таком-то другом месте, но не на первом. Если спросить, человек подходит и говорит, ну вот я бы решил встать на правильный ход, что нужно? Ну и здесь смерть. Сходи на искать батюшки, поститься надо, милостивенствовить, причаститься надо. Все правильные слова. Но все это совсем не то. Человеку нужно четко и ясно сказать. Никакой человек никогда от Адама за последнюю не получил от Бога прощения просто за так. Потому что Бог его полюбил и сказал, я тебя прощаю. Никогда и не верю. Возмездие за грех смерть. Любит Бог человека, да. Но у Бога есть закон. Возмездие, то есть плака, зарплака за грех смерть. Это криминум 6 глава 23 стих. Ты должен умереть. Господи, ну я прошу прощения. Я тебя прощаю, но ты должен умереть. Вот мы даже четко это усвоим. Какого-то попровоканов вообще в сознании даже и нет. Мы начинаем думать что-то другое. Какие-то заслуги, подвиги. Как-то к Богу приблизиться. Принять монашество, в том числе к епископу. Может быть все еще разные. Все это нужно. Но это совсем не на первом месте. Самое главное усвоить, что мы грешники и воздействие за грех смерть. Но Сын Божий взял на Себя грехи мира и получил смерть за нас. Наши грехи. Он умер за грехи мира. Вот это самое главное постоянно нужно повторять. И мы скуплены Его смертью. Он занял наше место на кресте. Крест это для меня был. Он ходил в преисподний ад, это для меня. А Он это сделал на Себя. И Он наш заместитель. Он заместил нас. Занял наше место. Посмотрите на начальника повершителя веры. Который претерпел страдания. Такого за нас. Иоаннский креститель подавил Христа. И говорит, вот Агнис мира, который берет на Себя грех мира. Вот Агнис Божий. Агнис Божий. Через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой мы стоим и хладимся. Через что? Через Креста. На нас. С Креста, дай Бог, и течет кровь и обмывает от грехов. С неба направлен гнев Божий. Это та же стоп, на котором летит Христос. Так образно показывает. Но мы зашли под перекладину, Христос раскинул руки и как бы пересекнул этот гнев Божий. И Он, зайдя на небо, как бы, как бы, показывает руки Свои и говорит, Отец, вот страдания, которые я претерпел за этих людей. Прости. Великавица. Господь, Отец говорит, законный и должен умереть. И я умер за грехи мира. Но каждый должен умереть столько раз, сколько раз и грешил. Вот такая мама смесь говорит Христос. Как бы. И Он вознес на небо наш начаток. Что значит начаток? Начаток, человек сначала был сильный и сокровенный, а вторичный это душа. Говорят, что теперь вечное? Дух. Разум или тело. В божественном плане дух, вначале Бог, потом и все сокровено. А в самом человеке первоначальная материя. А потом уже в эту мертвую материю Бог вдул на дыхание жизни. И человек стал душой и живой. Вот так он на вопрос ставит. И не с ним только наклавимся и скорбям, и зная, что от скорби происходит терпение. Всего мне человека, который попадает часто в какие-то жизненные неурядицы, переплеты. И ему говорят, несчастный. Вот так племен и все беды на него. Поехали погребы, а против меня есть машина. Пойдем на только 32 человека. Жена его и муж. Мне говорят. А он большой пользой занимает сотрудник ПГД. И сам же сотрудник говорит, он как меченый у нас. Где бы что ни было, но взяли в Чечню. Убили. Никого не убили. Наши же все сыновья слушают. Но почему именно на нем? Я этого не знаю. Я знаю только, что от скорби происходит терпение. Что? Так. Знаю, что от скорби происходит терпение. Научить терпение. А без терпения можно спастись, как терпения не хватает. Переходи на долго терпения. Если не хватает терпения. Терпением Вашим спасайте души Ваши. Даже. Многими скорбями набежит власти старствия Божия. Горе потерявшим терпение. Интересное исследование показывает, что так много самоубийств в мире. И самое большое число самоубийств в тех странах, которые особенно высокий уровень жизни имеют. А где особенно бедные живут, небры там разные. И хоть самоубийства нет. И войны. Самоубийств было очень мало. И на фронте очень мало было. Почему? А потому, что происходит терпение. Человек полностью полагается тогда на жизненные силы, которые в нем есть. На Бога. Терпение. А терпение, опытность. А в один день это не получается. Ты из одной скорби вышел. Вот тебе непорядки в хозяйстве. Пало скотина. Опять ему не нравится. Пожар. Ограбили. Да, конечно, великая печаль. Но происходит терпение. Теперь ты более опытный делаешься. Ты приближаешься. Все время преображая в другой образ. При условии, если благодаришь Бога. А и вся земная жизнь это всего лишь ступени, ведущие к Царству Небесному. Или ступени, ведущие в ад. Мы как бы с нулевой отметки. Рождаемся. Рождаемся. У него уже какие-то наклонности маленькие рождаются. Больше сейчас он захватит от нас. Как мы себя. Родители ведем. Близкие люди. И как мы совершенствуемся. У Бога подобляясь мне или нет. Святые вывели такой лозунг. Бог сделался человеком, чтобы все это сделать Богом. Христос стал человеком, чтобы человека сделать подобным Богу. Чтобы у нас были чувствования. Не просто память, разум, а чувствования. Мы тонко чувствовали и предчувствовали. А что за этим следует? А как это будет выглядеть? А нравится ли это моему Иисусу? Любой разговор, любое слово. И все, что ты делаешь, ты встречаешь кого-то, пророжаешь, кормишь. Все делать ради Господу. Очень просто делать это. Это Христос. Христос зовет тебя на помощь. Ты к Христу пришел на помощь. Все. Ты в этом весь. Да какой он Христос? Он, я знаю, рядом, да еще он такой нехороший. Делай каждый Христа, все будет хорошее. Посетил больного, Христос говорит, меня посетил. На маленькой кровати будет лежать тот, которого ни одно небо не может вестить. Посидел в тюрьму, да там сидит может преступник. За преступные дела Христос говорит, меня посетили. Как Христос объединяет тебя со скорбями? От терпения в опытность. А от опытности надежда. Когда опыт есть, тогда я еще более надеюсь. Когда меня спрашивают, а были ли счастливые времена в моей жизни? Я скажу, были. Люди опытные говорят, писатели. Я читал про одного человека, у которого огромная власть была. Шах. И он говорит, моя жизнь была только четыре счастливых дня. Император Клавдий. Император Всемирной Империи. Перед смертью находился в самом красивейшем месте. У подножия Голи Визуги. И говорил, о боги, уничтожьте меня. Плоская страсть исчезла. Все ушло. И жить не за счет. А жизнь продолжается. Уничтожьте меня. А негр, как хижин ядин Тома, закорванными руками, с цепями всплески и говорит, о, как я счастлив. Со мной Христос. Люди, говорящие, что у меня горе, забывают сказать, без Христа. Где Христос, там рай. Где нет Христа, там всегда тьма, заблуждение, термонник и ад. А надежда не подхижает, потому что любовь Божия взялась в отца наши, Духом Святым, данным нам. И если это не так, значит нет Духа Святого, и любовь Божия в нас не взялась. Это уже полная трагедия. Здесь еще нельзя сказать. И вот мы сейчас читали и деяния апостолов, что растеющиеся ходили в благовествия. Никому из языческих отключили недорога. Почему? Иудейское свое навык еще превалировало, преобладало над тем, что сказал Христос. А потом начали говорить и другим. Людям казалось, что небо принадлежит одним евреям. И вот так интересно, сегодняшнее чтение Рима нам послали, соменили и деяния апостолов. Те, кто от этих чтений назначал. Я всегда удивляюсь этой мудрости, составители вот этих чтений. Так оно все к месту идет. И они ходили и благовествовали. А еще что? Искали друг друга, искали и раскрывали таланты. Сегодня у нас практически этого нет. Если молодой человек, с попы. Если молодая девушка к нам приехала, смотри. Но у вас есть склоны к монашеству? Он готов всех. 400 девушек набрал, а теперь не знает, что с ними делать. Они рвутся, добегаясь дамы. На стриблее они иеродиаками. Сейчас пережилились и идут. И не разорвать ничего нельзя. И брать его недействительно. Грех на грех идет. А нужно было? Ничего этого не надо было. Надо ждать, когда откроется в человеке этот талант. Великий талант быть верным Богу. Потому что Павел говорит, намного лучше не жениться и не выходить замуж. Он не сказал, что давайте так, обращайтесь в человеке, а ты еписица там будешь, давай мы тебя в монахе поставим. И ты будешь владыкой потом. И что из этого получается? Есть владыки, которые поняли это и практически никого уже не располагали. Дожидаясь особого откровения Божия. И вот эти люди пошли и стали плодовесцами. И один из них открыл талант в другом. Варнавов в садах. Как он мог разведеть в нем это? Геннеку сегодняшний день тайн. Почему он на первое место не поставил его гонения? И он озвобленность, а поставил ревность. И мы видим, как он не ошибся. Он был его земля. Они не были близки. Его все опасались. И он его взял и сказал, его можно не опасаться. Он смело проповедовал. И не просто проповедовал, а множество обратилось. Вот люди, которые живут в определенной где-то местности, они получают название от этой местности. Потеревцы. Корчинцы. И вот собирались люди и молились на антиохий. Антиохийцы. Собирается год. Собирается второй. А в это время собираются христиане в Риме, в Успавне, в Англии, везде. Но там более верностно собирались. Их стали обзывать. А это последователи Христа. Это назоверянские осколки. А это христиане. И стали впервые называться христианами. Такие мы счастливы, что от антиохий идет прямая связь с нам. Проповедь дала название христианам. Будете ли вы здесь называться христианами, потеряете, зависит только от вас. Будет ли у вас проповедь или каждый будет жить своим близом. Сегодняшнее чтение не для того дается, чтобы нам знать не известь места, а подражать. Аминь. Ивангельское чтение, говорящие о свете, снова напоминает нам, как мы должны искать занятия по слову Божьему, а не увлекаться только этой временной жизнью. Потому что сразу дается сравнение. Всего этого ищет язычников. Я вам услышал такой разговор. Что если хорошо работать крестьянам, они более предвиженные Богу будут. Они на доме приводят. Об этом и говорит Иоанн Златоуст. Если хочешь на роде врачище, езжай в город. Город только молдоспособен. Все в деревенской жизни содействует, чтобы ты заботился о жизни вечной. Ну, примеры какие? Здесь не говорится, что ты посмотришь, как компьютер работает или станки крутятся. А посмотрите на птиц с небесных. А вам и смотреть не надо. Потому что они все время передважают, прыгают в воробей. Летят, грачат и кричат. Про грачей написано. Кинфигура напросят пищу у Бога. Ну, в городе там где увидишь, когда большой мегаполис. Еженемно. Посмотрите на лилии. Ну, не обязательно понимать, что только лилии. Может быть, это у тебя в радаре какой-то. Шиповник. Гладиолус. Ну, посмотри, какая красота. Ну, посмотри, маленький голубой какой-то цветочек полевой. Оторвись от этой суеты и раскрой его. Посмотри, как он раскрывается. Такие полоски, линии, печеньки, пески. Чудо Божие. И Соломон, имевший такую славу. Таких слуг. Какие они имел одежду. Какие вплетенные золотые нити в одежде. И бристали на солнце. Так что люди, обыроды, увидев, как бы бристал одежду, сказали, это не человек, а Бог. Так Божие на святелах делают. А он говорит, однако, святые высшие люди. Можно научиться этому? Смотрите на то, что под глазами. Ну, немножко оторваться от суеты. Не просто жена со святами водится, а я с чем-то, со свиньями или с лошадями. Оторвись. Встань на колени, поудивляйся тому, что есть. И скажи им, все это иди. Вот и где цветы и косишь? На лугу. Мы однажды скосили. Одни цветы и пришли грести. И мы даже поудивились. Или мы ошиблись. Вообще ничего здесь лежит. Грязная трава, ни одного цветочка нет. А прошло два дня и дождь прошел как раз. Вот грязь какая-то лежит. Вот этот человеком, бесславен и безобразен, брат мой лежит. А на этой ты будешь лежать год и череп, копошащиеся черепи, возлиться. А ты душу закладывал за эту красоту. И теперь посмотри, где все это, князь это или преступник лежит? Не все ли едино в прах и пепел? Ты же смертный человек. И говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Светом называется наш разум, просвещенный светом Евангелия. Разум. То есть он все время тренировать, учить. И думать, а для чего мне эти логарифы нужны? Для чего мне эти формулы Герона нужны? А нужны, чтобы разработать вот это серое вещество. И тогда у тебя все будет. Не просто ты механика будешь рукой где-то работать. Потому что у нас крестьянин один, только семь человек может прокормить. А американские, допустим, сорок восемь. Почему? Да потому что многое механизировано, они знают как. И у них много свободного времени. А у нас свободного времени и нет. Мы только на работе ведем. И получается, что из крестьян, приехавшие сюда, превратились в крестьян. И практически никто не просводит ни разу. И мне скажут, давайте через неделю устроим еще одно занятие. Это намного и непонятно. Что у тебя есть опытность. Столько лет занимаюсь, а сорок лет занимаюсь Приходовательской деятельностью в университете. С тысячами людей. Я ведь каждый год преподаю преступникам в Тюрьме 3700 человек. Я видел занятия во всех отделах милиции в краевом городском УВД. А это влияние на тысячи, на сотни тысяч людей. И люди приглашают, домой приезжают. Огромные залы, кинотеатры наполняют солдатами. Приезжают, чтобы им сказать обоих. И здесь нет. И здесь христиане. Уезжают только, каждый раз наказывают. Зима наступает. До них прекращаются у вас занятия. И некоторые никогда не посещаются вообще даже на крестных занятиях. А он дома читает Библию. Не надо обманывать. Выключи телевизор и жизнь твоя, говорит, намного застудеет. Поменьше читайте всякие мирские книги. Око твоё помутнённое этим. Ежедневной суетой. Суетой о чём? Как накормить детей. Как сохранить хозяйство. Во что одеться? Сегодня мы читали. Что пить и есть? Оно завтра будет неурядиться. Оно неурожай. Оно я не достану какую-то деталь к трактору. Всё достанешь. Ищи прежде всего, каждый уток прежде всего утром. Пока ум не охачен смятениями дня. Ищи прежде всего совствие Божия. Об этом и вещи-то нет. И правду его. Как жить по этой правде? Разрабатывай, что вот это серое вещество просил Бога. И как это мудрее сделать? Чтобы более продуктивный наш труд был. И высвободить руки разум для Слова Божия. Евангельское чтение сегодня просто грозно предупреждает. Если ты не доверяешься Богу, ты не верующий. Всего этого на тысячу язычники. Посмотрите, как они заботятся. А не только об одном. Где-то встать, не важно с кем. Ворованные, не ворованные, купить или показать. У христианина не так. Хотя бы тысячи процентов тебе была выгода. Ты всегда спроси, а не ворованные это? А как я буду рассчитывать себя? Разве бутылкой могу я рассчитать? Нет. Да у меня денег нет, значит ничего тебе не надо. Ложись и помирай. Если ты ищешь правствие Божие, Бог обязательно пошлет тебе таких помощников. Я скажу, что у меня практика сорок лет. И ни разу Бог нигде не постыдил. Я вхожу в общение со многими-многими важными людьми. Это с главными банкирами края. Банкирами. И они вызвались и сейчас сообщают, уже помогли там, привезли сколько-то, десять мешков. Я только один раз встретился с ними. Ситуация полностью переломлена. Почему? Прежде чем пойти, я предупреждаю всех, и особенно болящих наших дорогих сестер, братьев, молиться ради Царствия Божия. И Господь располагает. Мы сегодня пришли в храм, услышали вот это чтение евангельское, и выйдем и дома еще порассуждаем. Почему мы не ищем общения с Богом? Не ищем там, где Слово Божие растолковывается. Ежедневно, как его применять в жизни. Слово Божие, это не Библия на полке стоит. Сорок закладок в ней. Сорок закладок, значит, ты не читаешь. В закладах может быть не больше дверей. Ветхий Новый Завет. И ты каждый день сравниваешь. А вот по Библии я здесь поступил в риме, по им ангелии, или от твоего выгонства все это сделал. Если ты услышал где-то Слово Божие, оставь свои в стене. Если есть такая возможность, отложи на один час, они не помрут. Когда Иоанн Баталут говорил про то, что спустили судилище. Останавливались корабли упыстами. Матросы бежали послушать. И стояли с кораблистами перекисывали. Не было многоконноста. И тут же на выходе все продавали. Все магазинчики, ларки, все было закрыто. Почему? Потому что люди искали чего-то другого. Ищите прежде всего царствие Божие. Люди проходили сотни километров. Иногда слабая женщина проходила тысячи километров и даже в пустыне, чтобы послушать мудрости человеческой. А здесь Слово Божие. Христос тебя соединяет со Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Не просто Который-то известный о Слово, а Слово Евангельского, о котором мы сейчас сейчас слышим. Так я пришел по выходе в тень. Это наша жизнь молодой прожисти. Чтобы Premier Кутинарной, Встать его вынахимаяла feelinь. Оставь его, да? И он там. Поехали. Тренировка. И он так. Да?